Сегодня новостей нет никаких вообще, вообще никаких новостей, потому что все, что сегодня произошло для нас с вами, это не является новостью, а об этих вещах мы говорили с вами в августе, в сентябре, а некоторых говорили в 2014 году, в 2015, в 2016, язык оббили говорить. Поэтому это новость, если для кого-то это новость, то значит у него слабый рассудок, и надо этот рассудок укреплять. Вот я написал для себя, что случилось, кроме того, что я прогнозировал, и вспомнил свою фразу, что хуже несбывшихся предсказаний могут быть только сбывшиеся. Когда мне всегда говорят, вот твои предсказания сбылись, ты рад, я всегда говорил, что хуже несбывшихся предсказаний могут быть только сбывшиеся. Вот это самое плохое, наверное, ну, я думаю, что самое плохое после, наверное, все-таки сбитого самолета, хотя не знаю, ну там сразу много людей уничтожили. Вот с утра в Киеве раздались сирены воздушной тревоги, кто бы мог подумать, мирные жители в Украине пишут, фиксируют пролет наших крылатых ракет, это российские пишут. Карта ударов по украинским городам вот так выглядит. Ну, в общем-то, понятно, да, так и, в общем-то, мы и предполагали. Вот карта вторжения, сегодня все ржали, говорит, полностью та, которую описывал я, когда говорил о том, как будут путинцы заходить. Вот она, карта вторжения, если видите, заходят через Беларусь, заходят через Чернобыль, заходят отсюда со стороны Москвы на Чернигов, да, и дальше на Киев, естественно. Да, и здесь со стороны Крыма зашли уже, ну и со стороны, понятно, ДНР, ЛНР и так далее. Ну и я еще раз говорю, вот карта ударов. То есть, как раз, вот Ивано-Франковск, вот эту линию Луцк, Ивано-Франковск, то есть, я, помните, говорил, что, не знаю, до какой линии дойдет Путин, да, ровно Ивано-Франковск или до Луцка Ивано-Франковск. Ну, видите, до Луцка Ивано-Франковск все-таки дошел, да. И Минобороны России заявило, что украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказали. Ну, собственно, это видео, видно из видео с Крыма, где без единого выстрела зашли и двинулись туда дальше, на Одессу, в общем-то, российские войска. А по пограничникам можно уже судить и обо всей армии, и ее боеспособности. Пограничники – это элита. Если пограничники не бросились воевать, то, наверное, получилось то, что я прогнозировал. И говорил, когда меня, помните, обсирали, ты не знаешь Украину, ты такой. Когда я говорил, что 50% минимум, сразу же согласится с Путиным и со всеми делами, на меня всех собак повесили, что я такой злодей, враг Украины и так далее. Ну, ладно, ночь покажет многое, ничего ночь не покажет. Пока ультиматум, что ночь покажет? Пока ультиматум Путин перекурит. Если ультиматум не будет принят, там, американцы дают 96 часов до захвата Киева. Если ультиматум не будет принят, Киев завтра к вечеру уже, ну, послезавтра к утру упадет. Так что, что там, это ерунда полная, когда там рассказывают. Херсонская область, вот, у меня видео нет, а вот фотки, да, я вам покажу. Так, так, вот, Каховка, помните, Каховка, я песенку вам спел. Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля летит, Иркутская, Варшава, Орел и Каховка, этапы Большого Пути. Ну, вот, Варшава еще впереди, если кто-то думает, что Варшава не будет этапом Большого Пути, то вы заблуждаетесь. Потом Молдова сейчас, вот, после всего этого, потом Прибалтик, потом Варшава. Да, в Херсонской области беспротивление танки входит, ну, беспротивление это неправда, то есть, на видео видно, что там пожженных танков дофига, я так понимаю, что срочники, какие-то срочники, которые еще жизнь понимают слабо, но являются патриотами и лучшими чистыми людьми Украины, да, вот, говорят, этими срочниками 4 танка сожжено. Так это или не так, я не знаю, но на видео есть горящие танки, и, в общем-то, это говорит о том, что не все так просто и не все потеряно. С территории Белоруссии российские войска вторглись в Украину, кто бы мог подумать? Помните, когда я в августе, в сентябре, ну и позже, говорил, что Путин использует стратегему «займи труп», да, имея в виду Лукашенко, чтобы действовать через него, через Белоруссию? Помните, надо мной как ржали и рассказывали, что мальцы сумасшедшие, фантазеры и так далее, и прочее, и прочее. А Путин решил по-своему, да, но такой же похожий фантазер и такой же сумасшедший. Эти же, блядь, умные, которые это говорили, они же умные, блядь, они не фантазеры, они живут в реальном мире. Ну и живите теперь с этим, в этом реальном мире, если вы против фантазии, блядь, а если бы вы знали, что Путин такой же фантазер, наверное, вы бы приготовились, и я вас предупреждал, а вы мне срали в лицо, плевали, блядь, в лицо. А я вас предупреждал, это я обращаюсь к тем гражданам Украины, которые принимают решения, не просто там пишут что-то, да, а принимают решения, которые, ну, они другими делами занимались, они вывозили национальное богатство Украины. И вот пишут различные украинские СМИ, но уже и не украинские, информация, что до российского вторгнения и так далее, войска оккупантов из территории Белоруссии ушли до зоны Чернобыльской АЕС. Блядь, кто бы мог подумать, да, через Чернобыль пошли, надо же, никто же не мог этого предположить, никто, ни один человек, один сумасшедший Мальцев говорил, заминируйте там нахер все, а придурки писали сумасшедшему Мальцеву, да как они пройдут через Чернобыльскую зону, блядь, прошли, представляете, прошли. Их мне артисты. Вот пишут, оккупанты зашли в зону Чернобыльской АЭС, там идет бой с защитниками хранилища ядерных отходов, всякие придурки еще пишут, что белорусы там в эти отходы залезли, как они туда попадут, там саркофаг. Им что, отходы, что ли, в этой Чернобыльской станции нужны? Им нужен нормальный проход, где ничего нет, и они знают железно, что там ничего нет. Вся зона должна была быть заминирована, еще тогда, когда я об этом говорил. А специалисты, военные специалисты, которые деньги за это получают, и деньги немалые, они должны были раньше Мальцева понять, где пройдут путинские танки, и что нужно заминировать. Но они почему-то это не сделали. Они рассказывали до последнего момента, что Путин не нападет, и вывозили добро свое за бугор. CNN сообщает и показывает, как российские вертолеты, военные, берут под контроль периметр аэродрома Гастомель под Киевом. Ну, это, я так понимаю, аэродром завода ААН. Ну, там пишут, что его вроде как уже отбили, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Но, предположим, отбили. Путину сейчас вообще как бы шевелиться невыгодно. Сейчас ночь наступила, и он же недаром этот до утра ультиматум нарисовал, да? Для чего? Ночью он воевать не может. Ночью его разорвут в Украине. А он все, давайте там все потихо прекратим, пока они думают, что можно договориться насчет ультиматума и так далее. Вот посмотрите, даже насчет ультиматума в Соби Ньюс вчера. Меня спрашивает Василий, а когда будет война? Я говорю, а как только ультиматум задвинут? Мне утром будет сегодня война, там, ну, вошли путинские танки, все. Ну, я понимаю, что так будет, и меня это не удивило. Я, блядь, повернулся на другой бок, лег спать, но только спросил, а ультиматум-то предъявили? Говорит, нет. Я думаю, блядь, ну, бывает же, даже я ошибаюсь иногда. И лег спать. Проснулся, уже ультиматум предъявил. Ну, думаю, ну, все как всегда, к сожалению, блядь. К сожалению, не ошибаюсь. И вот то, что говорил у Василия в программе на Соби Ньюс, какие будут по ультиматуму, да, предложения? Там они есть, там Крым наш и так далее. Вот сейчас особенно это актуально стало, да? Когда там спрашивают, чей Крым? Ну, теперь не будут спрашивать, он будет ваш Крым. Вы будете в составе России, и Крым будет ваш. Чего вы переживали? Мальцева, вы все дергали. Чей Крым? Ваш. В составе России, блядь. Доигрались, блядь, с Крымом. С языком с вашим доигрались, блядь. Мы разные, блядь. Мы не братья, блядь. Доигрались? В Белгороде, вот, пишут, работала Торнадо-С, несколько батарей. Ну, я думаю, что это так просто. Как бы прорабатывали на направлении этого удара. Проводили. Ну, шухер наводили. То есть, я не думаю, что они обстреливали какие-то позиции. Какие там под Харьковом позиции. Вот эту БТР, БМД, БМП, вернее. Везде пишут. Подбитый танк. Какую-то БМПшку сгоревшую. И трупы показывают. И вот, и раз, и два. И с самого утра, и до самого вечера. Одну и ту же БМПшку показывают. Ну, безумие, бля. Суммы, танки, суммы, да. Танки России зашли в центр. Пишут, пока не стреляют. Ну, это уже было. Сейчас движений не будет. Сейчас ночь. Сейчас им строго скажут. Все, стоять, сидеть. Окапываться, огораживаться. И никуда не дергаться. До утра. Отдыхать. Белгородская область, да, там выход войск в окрестности Новой Каховки, это я показал. Российские оккупационные войска перешли Антоновский мост и начали занимать Херсон. Это было еще фактически в обеденное время, да. Впервые на видео появилась таинственная техника с маркировкой Зе, да, снимает это, сняли в районе Херсона. Последствия ракетного удара показали по дому в Харькове, то есть засандалила ракета. Пишут, что погиб маленький ребенок. Аэропорт Ивана Франковска получил удар. Очень легко понять, почему аэропорт, аэродром, аэропорт Ивана Франковска. Для того, чтобы его нельзя было использовать в качестве аэропорта для эвакуации, ну и для прихода каких-то свежих сил. То есть очень разумно действует. То есть с точки зрения военной стратегии там все нормально. Понятно, что управление войсками слабое, понятно, что полная жопа, но если бы было хоть сколько-нибудь организованное сопротивление, тогда да. Хоть сколько-нибудь развернутые войска, тогда можно было бы Путина остановить. А когда нет организованного сопротивления и развернутых войск, когда народ без оружия. Это же просто смешно, да. Бомбили Мриуполь, Краматорск, Херсон, Бердянск, Одесса, Днепр, Киев, Харьков, Житомир, Хмельницкий, Чернигов, Иванов, Франковск, Луцк. Ну и что-то еще, я чего не знаю. И когда нам рассказывали, помните, там мы говорили, что это общая беда Путин. А он говорит, это ваши проблемы. Мы тут вот поднялись, Майдан-то мы сделали, свои проблемы решили, а вы там свои давайте решайте. Ну вот, это наши, это наши проблемы, да. Вот с этим теперь и живите. Что это были наши проблемы. Это были прежде всего ваши проблемы. Вы отдали власть хер знает кому. Всяким клоуном, парашюту, укладчиком, конфетчиком и прочим. Зачем? Вы ее взяли на Майдане. Зачем вы ее отдали? Хер знает кому. Вот взрывы и обстрелы происходят в 17 регионах Украины, заявил советник МВД Украина Герасченко. Вот еще один клоун. То он толстый клоун был, то он теперь худой клоун стал. А вот тоже к русским он там какое-то обращение, с каким пренебрежением, с каким пренебрежением он говорил. Ну, тоже, наверное, рассчитывает на место какое-нибудь там в правительстве, в изгнании. Был советником МВД у этого Варайжулька-то, у Авакянова, у этого Авакова. Теперь тоже. Вот нахер он вам нужен? Украинцы, вот зачем вам эта рожа нужна? От них гораздо вреда больше, чем пользы. Пошла вторая волна воздушных ударов России по Украине. Но хуже, чем было, утром не будет, заявил Алексей Арестович или Арестович на брифинге. Он не понимает, наверное, товарищ не понимает, что происходит. Это гладили, это не удары никакие. Я вообще думал по-другому. Путин будет немножко авиационную поддержку оформлять. Вот вы мне, кто у нас, дружки мои с Энгельса, напишите. Ты пугаешь, Слава. Ты почему я пугаю? Ну, блядь, ну чем я пугаю? Ну, я вот пугал, пугал, пугал. Случилось, как я и говорил. И опять я пугаю. И опять, и опять не буду-то верить. Дебилы, блядь. Ну, дебилы же вы, дебилы. Я прошу тех, кто из Энгельса, соратники, как начнут подниматься, отпишите. Хорошо, потому что нужно будет людей предупредить в Украине. Потому что это самые, конечно, серьезные. Те, которые из Энгельса поднимутся. Это будет то, что было. А я думаю, что как только закончится время ультиматума, так они сразу и взлетят. Если не сегодня ночью еще. Ну, в любом случае, пишите. В любое время дня и ночи пишите, что в Энгельсе начались полеты. Понятно, что там даже из Саратова слышно, когда взлетает Ту-160 или Ту-95. Да и Ту-22 М3. Нет, слава, в Энгельс сейчас тихо, жена вышла на балкон, говорит, тишина. Ну, тогда, значит, через Энгельс, если днем гудели, значит, это борты Ил-76 шли с солдатами, с десантниками. Там со всеми, со всеми перебрасывали, значит, пехоту. Это возможно. Дальние стратегические авиации навряд ли летал. Потому что они сейчас, наверное, полетят. Или в ночь, или к утру, когда там. Слава Алексея Гончаренко, говорит, что Украина дает по зубам оккупантам. Просто так страну не сдадут. А этот Алексей Гончаренко, который он в Раде это говорит, или он там в окопы пошел? Говорить все, что угодно можно. Где он сам-то, этот воин, блядь, великий? Который обращался к русским солдатам на украинском языке. Зачем? Зачем он обращался? Он так же, кому он это говорит? Он это украинцам все говорит. В надежде, что его когда-нибудь еще раз там куда-нибудь изберут. А вернее нет. Наверное, в надежде войти в правительство в изгнании. Где-нибудь в Лондоне, где будут башлять нормально, кормить и так далее. Но там же этих бесполезных будут кормить. Там же не будут кормить эффективных. Не дадут там деньги тем националистам украинским, которые могут там совершать определенные действия. Им ни копейки не дадут. Никаких, блядь, дживелинов им не дадут со стингерами. Точно так же, как нам не дают ничего. Там дадут вот этим, которые пиздецовы. И нормально, они будут там выступать, как Тихановская. И будут везде ездить. Ух, с трибуны. Правду матку будут сечь. Все будут охреневать, какое счастье. Только толку от этого не будет. А потом в Варшаве, блядь, окажется Путин. И оттуда приедут в Лондон такие же. И там их будут заряжать тоже баблом. Они там тоже, как Тихановская, будут. Ух! Ну, кончится, знаете, чем уже мы проходили. Слава, дорогой, что делать? Теперь не время для сарказма. Нет, сейчас самое время для сарказма. Ничего делать мы не будем. Ничего мы делать не будем. Мы сегодня будем просто обсуждать это. И я думаю, что передача будет короткой. Да, я просто расскажу так. И как раз сейчас самое время для сарказма. Самое время спросить с каждого. А ты-то, сука, что делал? Ты-то где был? Представляете, украинские власти годы были, чтобы приготовиться. Представляете, если бы был не Порошенко, а такой Слава Мальцеву. Если бы он не конфетами занимался, не воровал, а подготовился бы к войне с Путиным. И атаковал в нужный момент, когда Путин не развернул свои войска. Да, назвали бы злодеем. Запад бы сказал, что это последний подонок Гитлер. Но я бы Москву взял. На месте Порошенко взял бы Москву. У них все было. У них были деньги. Огромные деньги украинские. И те, которые давал Евросоюз, они их, сука, пилили. У них своих не хватает ни хера. У этих барбосов, бля. У них люди были способны на поступок, на подвиг. Оружие им давали. Все. Воюй не хочу, бля. Какие проблемы? И самое главное, что внутреннее осознание должно было быть, что ты должен нанести удар первым, потому что тебя сомнуты уничтожат. Не, надо договариваться и в попу трахаться. Еще что там нужно, бля. Этим пидорасом, бля. Слава, а ты не думаешь, что Эцггору почему зелень не развернул войска? А это уже не имеет значения. В любом случае, это тяжкое преступление, за которое должны карать украинцы смертью. Смертью. Ошибка. Это не ошибка. Вы понимаете, какая ответственность? Эти, бля, подонки, страну просрали целую. Страну, бля. Как вы помните в том фильме. Свой среди чужих, чужой среди свой. Господи, ну почему ты ему, бля. Вот я всегда так думаю, глядя на таких Зеленских. На таких, бля, Тихановских и так далее. Ну, это же маразм. Им, всем этим вот придуркам помогает Запад, бля. Еще Карамурзе помогает, бля. Ну, он сейчас спросит, а что делать-то? Как с Путиным-то разобраться? Да вы мало Карамурзе помогали. Надо больше помочь. Карамурзе, бля, Путин тогда точно в России победят. Вы, вы, мы играли, играем по правилам. Кто правил-то установил? Олег Владимирович. Кто вам установил правила? Нет никаких правил. Где ты читал правила, Олег Владимирович? Правила, как нужно воевать. Да? Или правила, как нужно, блядь, заниматься политикой. Или еще какие правила. Нет никаких правил. Как говорят, международное законодательство. Нет никакого международного законодательства. Это я тебе как юрист говорю. Есть международные договора. Это база, так сказать, международного законодательства. И там является один главный принцип, основной там есть. Договора надо исполнять. Все. Но если ты не исполняешь договор, какие санкции? Никаких. Санкций-то нет. Это тебе что, в государстве? Кто тебя принудит? Нужно исходить из того, что сила, вот главный закон на земле, закон джунглей, понимаешь, да? Чего бы ты не хотел, о чем бы ты не говорил, про какие-то он не вспоминал. Так было и так будет. Если ты будешь слабый, то тебя сожрут. Слава всему, Вова вторгается со всех сторон, собирает всю Украину захватить. Наконец дошло. Он собирает захватить Украину, Молдову и Прибалтику. Это пока временно. А потом дальше. Я говорю, Путин, это ледокол Сыдзимпина. Блядь, почему не слышите? Даже вот те, кто меня слушают, мы думали, что Мальцев шутит. Вячеслав, живу в Белгороде. Утром родители слышали такие обстрелы, что окна дрожали. Не могу жить в этой стране. Хочу уехать и порвать российский парк. Никогда сюда не возвращаться. Максим Костренников, а куда же ты уедешь? Сейчас ехать некуда. Сейчас куда бы ты ни приехал, туда приедет Путин. Со своим русским миром. А потом придет китайский мир. Некуда ехать, ребятушки. Нужно сопротивляться. Нужно драться, блядь, насмерть. Но не так, как Зеленский. Там, блядь, драчун, хреном, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok